Приветствую, дамы и господа. Добро пожаловать на канал ArchPanzer, где мы продолжаем играть в XCOM 2 с модом Long War of the Chosen. Продолжаем мы ровно на том месте, на котором закончили предыдущую серию, а именно прямиком с задания, и нам нужно скачать через открытую точку доступа кэш-данных. Дополнительный параметр миссии я не помню, нужно ли убивать всех или эвакуироваться. Так, но эвакуация через 5 ходов прибывает. Ладно. Так, карта. Ну, мы в углу, получается, и, хотя я надеюсь, карта широкая. Карта широкая. Ну ладно, на первый ход можно, наверное... Ну все, эта миссия точно на эвакуацию, а не на убийство всех, потому что на убийство всех не дают мне дронов. Закон подлости, как говорится. Значит, здесь нужно просто... Ну как, не просто, эвакуироваться отсюда нужно. Совершенно не помню я, сколько противников здесь подразумевается. Потому что не сразу серии записываю. Ну ладно. Прокинусь, что ли, тоже сюда опасно вставать. Он может просто пробежать и... Как пробежать? Прилететь и просветить может. Ага, никого нет. Супер, ты наверх можешь залететь? Может, кстати. Ну-ка, давай. Ага, Мэг тут есть. Мэг. Может, на самом деле пытаться даже под контроль брать, но проблема в том, что если мы... Так. А как же она сюда пробежала? У нее какая-то скрытность дополнительная есть? Ну и виски, смотрите, тоже спокойно сюда может идти. А эти товарищи заметные. Ну ладно. Так вот, можно попробовать Мэга взять под контроль, но проблема в том, что... Он здесь, с этой позиции, сможет кого-то заметить. Это очень плохо. Нам это сейчас вот прям совершенно не нужно никого замечать. Семь ходов осталось. Времени, кстати, мало. Дают на задание. И нет никаких точек, которые можешь там дополнительно взломать, чтобы себе время добавить. Ну, можно с этими тремя ребятами прямо сейчас разобраться, кстати. Писали мне в комментариях, почему я в свой ход не стреляю, не ставлю своих всех бойцов на боеготовность, и что вроде с боеготовности всех пощелкать. Ну, ребят, специально для вас. Я не люблю такую методику, потому что в 95% случаев, наверное, мои ребята промахиваются, и заканчивается все для нас плохо. Хотя точность сейчас, конечно, сумасшедшая. Вот Молли Дэвис можно выстрелить, потому что у нее уже два выстрела будет. Накого-нибудь поставить на боеготовность. Ой, ай, немал у нас урона. Ладно, давайте вот так вот сделаем. Этих оставим просто потому, что у дедули два выстрела в свой ход, а у Виски добивашка есть. А фаталистка бесплатную гранату кидает. Ладно, особо раскачивается некогда. Шесть ходов всего у нас осталось. Ну-ка, пара боеготовностей. Два урона. Три урона. Ладно. Ну. Но Мэка, кстати, мы убиваем. С протокол нападения гарантированно. 50% и 50%. Нормально. Мы, кстати, можем с двойного выстрела гарантированно Мэк убить. Там 97%. А здесь пять здоровья всего. А здесь 60% точной силы. Может еще одну гранату им закинуть? Сюда куда-нибудь. 2-5 урона. Да мало 2-5 урона, ведь не убьем. Уж, конечно, с фланга обойти там или дуплетом кого-нибудь пригреть. 5-8. 60% давай. Естественно. 80% давай. Ладно, хорошо. Что-то даже выпало. Смотрим здесь, что гарантированно добиваем робота. Разведчика не добиваем. С другой стороны, можешь, конечно, попробовать гранатку кинуть. У граната не нанесет 4 урона. Точно не нанесет. А у тебя какой шанс? 38%. Я даже с обычного выстрелил. Я двойной выстрел поберегу. Да, хватило обычного ему. Еще лут выпал. И я турель слышу. Вот здесь где-то турель. Я сейчас четко ее слышу. Ой-ой. Можешь, конечно, попытаться как-то с фланг обойти. А можно на боеготовность встать? На него не работает боеготовность? Там берсерк. Подожди. Берсерк сейчас побежит в нашу сторону. На него боеготовность работает. У разведчика, по всей видимости, неуязвимость к боеготовностям. Он их даже не вызывает. Ну, берсерк хоть пободи. Ух, 6 урона даже. Хорошо. Ну, у него миллиард здоровья. Да, у него здоровье миллиард. Блин, и две змеюки снайперских. Это неприятно. Угу. И дрон решил на огонек заглянуть. Промах. Так, турель. Да как? Ну как? Ну мы же тебя не видели. Мы не видели турель. Почему она... А. А. Нормально. Тогда нормально. Вопроса больше не имею. Восемь. Перезарядись еще разочек туда. Пять, восемь. Шанс крита 20%. Еще десять. Так, ну с берсерком мы, по всей видимости, разобрались. Что только делать с турелью непонятным. Я бы сейчас здесь под контроль. Шесть, девять. Так, берсерк мы гарантированно убиваем. Но, наверное, сначала подлечим эму. А потом мы бьем берсерком. Шесть, девять. Да ни черта не гарантированно. Сейчас смотрите, шесть урона. Нет. Берс улетел. 98. Можем дрон наблюдатель убить. С двойного выстрела. Да. Так, а у нас кто остался? У нас еще снайпер осталось. И 81, 52, 47, 82, 58. Но нет, здесь не убиваем. Может даже наводку какую-то попробовать дать. Если сюда виски. Но сюда виски, если отправить, он точно заметит турель. Но есть проблема. Возможно, он еще кого заметит. Так, нет. Только тут. Еще кого-то. Нет. Нет. Все. Вот 33%. Он ее сейчас только усилит. Он ее только усилит. Там 38. Серьезно. Ладно. Но по закону подлости турель сейчас кого-то сама за... Никого? Что же творится-то? Люди добрые. Что происходит? 89. Разведчик, лови. Так, из него тоже что-то выпало. 93%. Лови. 6 урона. Божечки-кошечки. Что творится? Так, ребят, секундочку. Ну, кот решил. Немножко перепланировку в квартире устроить, несогласованную со мной. Вроде бы проблема решена. Так, снайпер. 81%. А выстрелы с пистолета сколько урона наносит? 24, кстати. Я бы лут забрал еще. 5 ходов. Может быть, прямо вот куда-нибудь сюда вот вызывать. Подождите, это же не тратит ходы? Если я сюда вот вызову, это вот слишком плохо будет. В принципе, здесь шаговая доступность. Да, я вызову вот сюда сразу. А если сдвое нового выстрела? 88%. Нет, надо убить его. Он не мешается. Он слишком... Как же все не очень, а? Можно сюда спустить ее. На следующий ход лутся берет. 98%. Убей, пожалуйста. Красава. У нее иммунитет. У нее же иммунитет. Ты чего делаешь? А вот эту нет иммунитета. Аж единичка. Так, ладно. Подожди, а ты из пистолета до сюда достреливаешь? Нет, не достреливать. Но можно метку повесить. Турель. 57-57. Турели с точностью проблемы. Немножко. Отсюда, кстати, будем с фланга обходить. Вот, может, даже фаталисткой. Так, я немного не понимаю. На белом снегу плохо вот эти контуры видно. Вот отсюда, кстати, будем видеть. Тогда виски здесь не пройдет. Ладно, встань сюда. Он кого-то заметил. А, это дрон еще один. Ладно. Дрон не страшно. 69-31-26. Без протокола нападения, кстати, его можно прям попытаться снять сразу. Баталист. Давай сюда. У тебя будет по-хорошему бесплатный выстрел по змейке. Ты же ее с флангой обходишь. 88% огонь. Да, змейка сдулась, из нее что-то выпало. И беги за работ на повышение. 72% дрон-наблюдателя. Вы знаете, как сначала надо делать? Надо сначала так вот протокол нападения сделать. Посмотреть, убьем мы или нет. А потом уже баталисткой бахнуть. А, супер. Дрон умер. Дрон умер. Тогда, ты, два раза по 57 лови. Попали. Еще разок. Два здоровья осталось. Между делом. Рома, к сожалению. Дедуля. Ой, как бы сейчас врон не славить от этой годиаки. А, мы ее видим. 62%. 62%. Кстати, неплохой шанс. Пробуй. Отлично. Тоже что-то упало. Да что такое? Откуда нету столько? Я, наверное, перезаряжусь. Пять патронов все-таки-то много. Чтобы оставлять незаряженным. Турель получается еще один ход. С нами. А, ну вот этот лут однозначно... Так, а сколько мы вообще убили? Подождите, мы убили... Здесь троих. Здесь троих. Шесть. Два дрона. Семь, восемь. Вот это, товарищ, девятый. То есть, по-хорошему, здесь еще где-то один пак. Так, ошивается. Где-то еще один пак. Так, сюда можем добежать, забрать. Непонятно, как вот это пока что собирать. Здесь можем, кстати, тоже внутрь залететь и взломать. Эм, мам. Подкрепление, кстати, в ближайшее время прилетит. Так, а я ведь отсюда сразу два лута заберу, да? Отлично. Вот с этой точкой что делать? Сюда, конечно, можно влететь. Сюда можно влететь даже бойцом поддержки. Даже через командную работу, потом вернуть одну очку действия и куда-нибудь сюда забежать. Я только боюсь никого, мы здесь не заметим. С другой стороны, если заметим, это даже неплохо будет. В том плане, что у нас пока турель с нами. Да, мы кого-то заметили. Да ладно! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Уже эти товарищи пошли. Вот это не очень хорошо. Это сильные ребята. Так, а турель, ты кого-нибудь видишь? 27% сержант, огонь! Царапина, нормально. А он теперь под красным туманом. Не такой точный. У тебя какой шанс? 14%? Ну вообще космос, давай. Черт возьми. Так. Можешь куда-нибудь в укрытие отойти? Он может даже вот куда-нибудь вот сюда отойти. Я думаю, здесь нормально будет. Эмма. Давай на наблюдение. Фаталистка. Я, наверное, думаю, даже вот сюда. Да какая осторожность-то. Ммм. Так, ну турель пока еще наша. Турель впитывает. Прекрасно. Турель еще впитывает. Хорошо. Этот товарищ об уход потратил. Офицера, кстати, можно расстрелять. Прям относительно безнаказанно. Так, два хода. Это отключение, к слову. Можно им пробежаться, сюда взломать. У него просто взлом самый высокий. Это нам большие шансы даст на то, что какой-нибудь бонус хороший будет. Так, дух. Ты давай смещайся, во-первых. Чтобы на точку эвакуации потом сразу прыгнуть. 81 сержанта. Турель сейчас выйдет из-под контроля. Это плохо. Дедуля. Давай сюда. Так, слушай, это отсюда не может сломать? А, нет, не может, не видит. 59%. Так, ладно, турели. В кого больше всех шанс попасть? Гранатометчика. Ну, значит, стреляй. Три урона. Прекрасно. Можно еще разок? Ну, ладно. Еще разок, это уже был бы перебор. Дедуля. 59% гранатометчика. Баталистка. Вот отсюда будет два выстрела. По офицеру. Снайпер. 55. 5-8. 81. 73 в гранатометчика. 6-9 урона. Если попадаем, убиваем. Огонь. Прекрасно. Гранатометчик сдулся. В итоге у нас остается вот этот товарищ очень сильный. Остается турель. Остается турель. Снайпер. Снайпер. Снайпер никого не видит. Снайпер может даже сюда подвезти. Если уж совсем не получится, то на следующий ход ей взломать. Хочется офицера добить сейчас? А, 70% всего. Так мало. Так мало. Вот если бы было первое попадание, сейчас бы убили его. Можно виски влететь. Но турель. Выбросок и 72% всего. Мимо, смотрите. Нет, убили. Виски готов. Ой, виски готов. Господи, не-не-не, виски не готов. Подожди, живи виски. Снайпер. Наблюдение. Дедуля. 55%. Наблюдение. Да, действие взлом закончилось. Промах. Супер. Пожить. Жить. Ну, здесь полное укрытие. Турель. Тут шансов мало. Давай сюда. Взломай. Взломай. Так. ПБМ ультра уровня или небольшой... ПБМ, бог с ним. Небольшой объем разведданных, давай. Супер. Че, разведданных с собой утащим? Это не нравится. Ликвидируйте. Брэдфорд, у тебя рассинхрон с заданием. Мне пишут, эвакуируйте, а ты говоришь, уничтожьте. Так, это на самом деле интересный вопрос. Я здесь Багулину не славлюсь за этого? В том плане, что не добью всех, эвакуируюсь, а мне скажут, что ты задание провалил, собака некрещенная. Так, ты уходишь? Уходишь. Сто процентов. Четыре семь, можем не убить. А, Эмма. Блин, эмма-ты даже. Ладно, давай вот сюда. Я сейчас гранат прикину в эту турель. В смысле, по-своим. И так по-своим. Я не вижу. Я не вижу. Её по-своему или нет? Так вот бью. Так вот нет. Так, просто по-кровавому следуа. Гарантированную турель заберём. Отлично. Дедуля. 55% кстати. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так. А ещё разочек уже 76%. Ну-ка. 10 шанс крита. Так. На боеготовность станет. Чё он будет делать? Исчезать будет. Ну, туда ему дорогу, в общем. Раз он исчез, мы тоже исчезаем. Только у нас свои фокусы. Опять же таки, я на снегу вообще не вижу, что происходит. Так, тихо. Не мискликнуть бы. Так, ну ладно. Всеобщая эвакуация. Полетели. Получили одно ранение снайперам. Но, блин, я не мог избежать этого ранения, там турель стреляла. Я её даже не видел на тот момент. Врагов убит 11 из 12. Нормально. Ну, могли бы мы его убить, если бы задержались ещё. Но смысла не было задерживаться всё равно. Хотя опыт, ладно. Рубки-то мы всё равно с этого задания бы не смогли унести. Ладно, давайте, хвалитесь, кто что принёс. 26 дней снайпер ушёл. С ума сойти. Так. Серия. Смертоносная способность. За каждое убийство из оружия типа винтовка Вектор. Вы получаете обратно затраченное действие. Бесшумный убийца. Жнец гарантированно остается в стене при убийстве врага выстрелом. Призрачная граната. Особо думая гранта, позволяющая маскировать выбранного союзника. Импульс. Дистанционная атака имеет бонус к меткости. Шанс к нападанию после перемещения. А чё имбовывает всё такое? Серия? Это безумно сильно. Серия позволяет выполнять серию атаки единым действием. Каждое убийство по факту ничего не стоит. Каждое последующее убийство снижает вероятность критического урона. Это очень круто. Бесшумный убийца. Оставаться в инвизии и убивать. Это очень круто. Призрачные гранаты. Это вообще бомба. Способность действия на нового броносоюзника. Остальные попавшие в дым солдаты получают бонус в защите, но они получают маскировку. Используют одно действие и заканчивают ход. Одно используют за задание. Дополнительные гранаты от способностей не учитываются. Действуют только на солдат XCOM. Небольшая дмойная завеса добавляет плюс 20 к защите. Бонус за густой дым не применяется. Граната не помещается в стандартный гранатомет и бросается, видимо, на союзника вручную. Способность недоступна, если гранатометчик замаскирован. Все три перка очень сильная. Нечестный удар. Один раз доход. Получите передвижение после выстрела из основного оружия. Противник уже ранен на этом ходу. Не работает способностью по ножовщине. Ножи синий экран. Метайте ножи. Пробивают броню. Деориентируют роботов. И быстрое развертывание. Активируйте способность перед броском или выстрелом гранаты поддержки. Импульс. Я, наверное, пока серию возьму. Но вот эти перки я тоже хочу. Да, я пока возьму серию. Но для диверсионных заданий призрачная граната безумно крутая. Так, у тебя что? Ты, кстати, штаб-сержант у нас уже. Удар хлыстом. Удар электрическим хлыстом. Перезарядка три хода. Требует одно действие, не заканчивает ход. Господствующая высота. Понятна непоколебимость. Ваш снаряжение включает дополнительный слой защиты, дающий две деньцы аблативного щита. Ну окей. Против цели в укрытиях. Парамедик. Наводка. Головорез. Безжалостность. Удар хлыстом. Удар хлыстом интересно. Давайте возьму удар хлыстом. Я бы на самом деле не знаю, куда ударишь взял. Если боец убил противника в своем ходу, следующий атака по нему во время вражеского хода не достигнет цели. Да, и давайте это тоже возьмем. Хотя может откопить на какие-то вот уберспособности. Нет, давайте пока удар хлыстом только. Так, снайпер. Смерть с небес. Быстрый целеуказание. Выстрел на вскидку. Ну, трудная мишень. Выстрел на вскидку. Ладно, раз тебе пистолет выдали, давайте выстрел на вскидку ей дадим. Будет у нас такой нестандартный снайпер, так скажем. Посмотрим, что из этого получится. Кстати, вот эта точная цель неплохо для нее будет. Бонус для пистолета. Так, разведданная 10 всего лишь. Уклонение, приклад, три ядра, парочка глушителей. Ладно, неплохо. Так, найдите и уничтожьте региональный центр управления. А это где-то мне его найти? Материалов у меня огромное количество. Это да. Так, что на карте. Если не знакомить, различные трофеи. Шеф, вам удалось достичь определенных успехов в участии в сопротивлении из регионного Бразилия. Присылали отсчет об активности врага. Давай. Так, а у меня оба задания здесь расследуются. Так, 1%, 77%. А здесь сколько? Два дня еще. Окей. А здесь что у нас? Здесь материалы. Ну ладно, два задания пока. Вот одно хотя бы доисследуем. Потом попробуем еще разведданных пособирать. Материалы нужны. Мне много чего там строить надо. Новая цель. 3 дня, 19 часов. Заметный как... Контакты с сопротивлением плюс 1. Но 16-18 врагов. Нет, это уже поздно. 22 единицы разведданных. Интересное задание. Даже если отправлять двух бойцов с ускорением... 13-15. Не, я с... Не справлюсь я с этим заданием. Слишком оно поздно появилось. Слишком поздно. Ну, что поделать. Не всегда же нам задание интересно ловить. Тем более мы сканировать задание перестали. Рейд за материалами. Шеф, сопротивление передало данные о транспортном маршруте Адвента. Нужно нанести удар по логистике врага. Устройте налет на транспорт Адвента. Перехватите подкрепление Адвента. Адвент перебрасывает свои силы в регионе Новая Чили. Мы можем заставить их отступить, перерезав каналы снабжения. Повышен радиус обнаружения. Ну, смотрите, это же задание... Поиск хромовников 5 дней. Это же задание... Не на проникновение, я правильно понимаю? Нам просто влететь надо? Или с проникновением? Нет, с проникновением тоже. Блин, речь за ресурсами профукали, а? Ну, игра прям не перестает меня удивлять. Но материалы с другой стороны нужны. Вот вместо того, чтобы на заданиях сейчас эти материалы лутать, мы их просто так лутаем. Вот за вот этот доход. Поэтому ничего страшного, что мы на это задание не идем. Хотя, конечно, хотелось бы. Элитный лазерный прицел и ПБМ ультра адаптация. ПБМ продвинутая защита. Ладно, какие-никакие ресурсики. Так, гольф. 13-15. А у нас кто здесь? У нас здесь 5 бойцов. Ну, кстати, можно еще посканировать. Можно еще посканировать, а я пока слетаю, контакт устанавливаю. Сейчас новых заданий, все равно, на которые идти, нет. Нет смысла рваться отсюда. Поэтому пускай глубже проникают. Поменьше против... Против... А что случилось? Ну, 101%, да. Еще 5 дней, 5 часов. Есть время-то? Что такое? 0 дней, 6 часов. Нет, спать. Подождите, что? Нет, это 5 дней, 6 часов. Взломать терминал. Найдите улику. Мне не надо. Супер! ЮАР! Доход 0 материалов. Члены местной ячейки сопротивления предупредили на, что в районе же долгое время действует один из избранных. Окей. Вот информацию, которую нам удалось собрать. Ну, Брэдфорд, давай. Обнаружен избранный. Проклятый пес. Ах ты, пес. Ах ты, пес. Так, они все здесь разве данные копают? Советник убежища. Кого-нибудь. Давайте вот асфальдера Амираса назначим. Пускай копают. Хотя, знаете, наверное, как сделаем? Бедительность здесь вообще 1. Большая бедительность 10. Ух, какая тут бедительность. Страшная. Нас прям тут ищут. Знаете, как сделаем? Я, наверное, здесь... Хотя поиск рекрутов здесь тоже нужен. Здесь народу-то мало. Давайте мы на старте поиск рекрутов сделаем. Чтобы набрать побольше людей и в дальнейшем посильнее быть. Хотя бы человек до 10, я не знаю. А сами пойдем в новой Чили сканировать. И суршите через 15 дней. Если я вот прямо сейчас переключусь с материалов на разведданное. Сколько в итоге материалов я в конце месяца получу? 236. В два раза меньше. Ну окей. Но с другой стороны новые задания сейчас попрут. А у меня есть сейчас бойцы на эти самые новые задания? Ну на одно задание точно есть. Бежищий ЮАР. Даже не знаю. 69 разведданных. Здесь контакт установить. Сколько будет стоить? 200. Ну вот этот надо будет ретранслятор ставить. Марина Козлова, кстати, восстановилась. Марина Козлова это очень круто. Сумасшедшие силы ниндзя. С минимальным здоровьем. А4 здоровьем. А4 здоровьем я. Да, надо искать задания. По большому счету, вот интересно, я даже прикинусь. За одно задание, сколько мы вытаскиваем ресурсов оттуда. В том плане, сколько-то мы набираем, лутаем, продаем. Оснащаемся как-то там, трубики собираем. То есть обычный сбор ресурсов нам же этого не даст. А храмовник через 3 дня, кстати, будет. Ну ладно, я тогда полетел. Здесь, ребята, рекрутов себе ищите. А здесь давайте разведданные. Тут пускай материалы собирают. А если мы везде сейчас на разведданные переключимся? Сколько в итоге нам денег дадут? Ну не денег, материалов по итогам месяца дадут. Мы же полмесяца материалы собирали. 71, очень мало. Ай, не туда, не туда, не туда, не туда. Чем? Мисклик. Это был мисклик. А про это мне писали? Ну ладно, так, собирайте материалы, наверное. А здесь все-таки давайте разведданные. Нужные задания. Так, сколько здесь дней? 3 дня 13 часов. Но я думаю, что я все-таки не буду пока начинать. Ну нет, пока заданий. Поэтому, хотя можно на черный рынок сгонить, что-нибудь продать. Гольф. 13-15, они там уже уязвимые. Так, а у Виктора что здесь? Крайне угрожающее. 31. Еще и король вайперов будет. У нас, конечно, тут шестеро. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Так, новая цель. 8 дней, 19 часов. Ой, 22-24. Захват ВИПа. И 25 разведданных. Ну, плюс один контакт, это очень здорово. Это можно будет с кем-то законнектиться. Без... Без постройки нового здания. Так, уже 13-15 будет. 13-15. Миссия проникновения. Время на укладство. 21 ход. Ходов. Ага. 13-15. А если еще одного взять, больше 13-15 уже будет. Уже 16-18. Ну, на самом деле, вчетвером, против 13-15 с миссией проникновения. Фиксированная точка эвакуации. 21 ход. У нас проникновение будет просто глубочайшее. Можно даже ускориться. За два дня туда проникнуть. Ускорение у нас, в принципе, это все укупится. При необходимости. Будет всего лишь 13-15 противник. Как всего лишь. Подожди, а если в пятером с проникновением? Может даже в пятером. Да, давайте, наверное, вот так вот сделаю. Я потрачу, бог с ним, с разведданными. В итоге я потрачу 5 разведданных. Зато я гарантированно получу контакт с сопротивлением. И на задании мне будет относительно... Относительно просто будет. Только не уверен, что Зулуса хочу. А это задание взять? Это все-таки такое быстрое. Здесь надо просто быть ловкими, как Мангуст. Пронестись быстро по полю боя. Так, Соту 13. Эрик Вудс. Ну, снайпер, я сомневаюсь, что здесь нужен. Хотя специалист нужен. Нужен специалист. А ты с кем дружишь, Эмма Нойман? Эмма Нойман, от которой раненая, да? Сюда нужен специалист в том плане, что, возможно, что-то там вскрывать надо будет. Хотя Вип же не в тюрьме. Но вдруг роботы. Да, я, наверное, вот так вот возьму. Так, что по поводу оснащения? Ну, не буду отключаться. Давайте прям сразу с вами это быстренько накидаем. Так, меч классический. Топоры у кого-то на задании остались. А, керамические бронеплиты. Другой брони пока нет. Ладно, такой одевай. Гранатка нужна тебе? У тебя мобильность 14. 14 плюс 1. Нет, наверное, не нужна тебе гранатка. Здесь вот так у тебя. Вот так. Да. У тебя. Интересное кино. Винтовки у тебя нет? Да нет, должна быть винтовка. Должна. Угу. Должна, но не обязана быть у него винтовка. Кого же нам тогда взять? Денег тут у нас прямо сейчас нет. Может, конечно, на черный рынок сгонять, продать. Чтобы еще одну произвести. Неужели у меня... А, ну у меня, да, у меня на одном же задании много бойцов. Подождите тогда, сначала на черный рынок. Сначала на черный рынок. Так, что пользуется спросом? ПБМ концентрация. Продать. А у меня есть она. За 4. Угу. Не буду за 4 продавать. Так, модифицированный глушитель. Лазерный пистолет нужен. Пули нужны. Элитный лазерный прицел. Хорошая штука. Продвинутая защита. Плюс 6 защиты. Я думаю, что можно этим пожертвовать. Копье нужно. Настройка спуска. Для ответных выстрелов. Ладно, продадим. Расширенный магазин оставим. 20, мне кажется, хватает мне. Сплавы. Солдат Адвента. ПБМ концентрация. Планшет Адвента. Ой, ладно, еще... Ладно, парочку ядер продам. Ну мы специально же перф вкачали. Они нам теперь дополнительно, эти ядра выпадают. Поэтому я с чистой совестью могу продавать. Правильно же? Правильно. Так, инженерный отсек. Производство предметов. Сколько стоит оружие? Я, наверное, обычно... Лазерная винтовка обычная. Построить? Еще и на броню одну хватит. А-а-а. А вот это интересно кому? Я бы заступнику построил. Это, конечно, не так универсально. Ладно, давайте так вот сделаем. Просто заступник у нас сейчас получается один из топовых бойцов. Ее надо беречь. Ее надо беречь. Так, ну вы трое идете. Кто у нас еще-то идет? У нас идет Эшли. И у нас идет боец поддержки. Где он у нас? Вот он специалист. Алекандро Перес. Алекандро, бери лазерную винтовку. Бери керамическую броню плиту. Бери аптечку. Нормально. Ха-ха-ха-ха. Так, ты бери пластинчатую броню. Плюс 3 здоровья, плюс 1 броня. Супер. Ладно, теперь мощненько смотришься. Это здорово. Гранатки берешь. Это тоже хорошо. Здесь классический меч дырокол. Ну, в принципе, все нормально. Можно, конечно, вот ему еще что-нибудь повесить на улучшение оружия. Там у нас полно всего. Десятирный расширенный магазин. Десятирный глушитель. Да можно и все вставить. Лазерный прицел. На крит. Расширенный магазин. Глушитель. Поехали так. 13.15 с ускорением. Поехали. Сразу начинаем проникновение. Сразу. Я сразу нажму, о том забуду. Я забуду. Так, и получается разведданные. Все, нам надо прекращать. Собирать. Казад собираем материалы. Потому что вот сейчас вопрос даже не в количестве бойцов. Вопрос в том, что у нас нет наряжения, чтобы еще четвертый отряд отправить. 380. Немножко мы потеряли. Так, храмовник через два дня пройдет. Ну, я храмовника хочу дождаться в этой серии. Вы шутите. 4 дня 21. Снабжение противника. Ценные ресурсы. 4 дня 21 час. 18. Заметно. Не, не хочу. Ресурсы здорово. Да у меня пушек нет. Все, никого не отправляем. Так, радиус сопротивления. Важно. Для постройки радиотранслятора отправьте Мститель в регион. Понятно. Ай-яй-яй-яй-яй. Теперь мы можем строить радиотранслятор в любом регионе, где установлен контакт с местным сопротивлением. А Мститель в целом удовлетворяет наши потребности в координации связи. Ну, понятно. Так. Вскрытие копейщика. Это усилит наш ближний бой. Вскрытие сектойда. Прям жестко ничего не усилит. Так. Синий экран. Экранированный бит. Голографический целеуказатель МК-2. Труп безликого. Костюм хамелеон. Кстати, игольчатые патроны. Игольчатые патроны? Это, наверное, интересно. Основы исследований. За 12 дней это еще плюс ученый. За один день можем препарировать. Самое быстрое это копейщик Адвента. Штурмовые перчатки, дуговой клинок, ионные топоры, нож и сплав, модифицированный дугомет. И все это мне нужно. Это на все, конечно, этот ресурс понадобится. Экзо-броня. 50 материалов надо. Мобильная броня. Броня-призрак, частично костюм-паук. И магнитное оружие. Тоже 50 материалов надо. 14 дней требуется. Материалы будут. Надо запускать крутые исследования. 4 ученых. Ладно, пока как... Ох ты ж! Извиняюсь. Мышка, рука дернулась. А вот, кстати, вот у нас 61 материал будет. Мне и на броню надо. Мне еще и на броню надо. Так, сколько осталось? Один день, 22 часа? 10-12. Я жду, я жду храмовника. И храмовник пришел. Герой фракции. Ах, эй. Здесь расположен штаб фракций храмовников. Я признаю, что несколько перегибают палку, когда речь заходит о псиспособностях. Но они верны общему делу. Мы можем начать сканирование в этой точке, чтобы получить дополнительную материальную поддержку. Хорошо. Мои люди понимают необходимое сотрудничество, а старичные считают нас лишь сырьем для своих проектов. Мы завладеем их силой и обратим против них же. Да, щит вошел в ногу. Это не очень хорошо. Так, приказы у нас не работают. Новое секретное задание. Охотное избранного. На чародея. Сбор материала. 62 материала можно получить. За 5 дней, кстати. Неплохо. Нести трупы можно за 7 дней. Может нам начать охоту? Так, сопротивление за 5 дней. Можно достать очки способности. Персонал... О, еще и персонал сопротивления. Это куда? В Новую Бразилию. У нас там и так их много. Так, его можем отправить. Так, не, Георгий. Ты на следующее задание нас идешь. Вы и так здесь прогуляли достаточно много времени. Мелисефир Томпсон. Ага, мы никого не можем. Хотя вот Зулус у нас может сходить. У нас может сходить Зулус и... Засаду 26%, кстати. Плохо, это неплохой такой шанс. Да ладно, обойдется. 26% все. А почему мы куда-то в Австралию полетели? Подождите. А нет. Иране Южная Америка. А что нам дает Южная Америка? Все исследования оружия проводятся на 15% быстрее. О. Да? Это работает сейчас? Не обратил внимания. Так, центр подготовки. Почему так светишься? Погоди, центр подготовки. Почему так светишься? А потому что взаимосвязь можно что-то повысить. Андрей Заикин и Георгий Полищук вышли на новый уровень тактической взаимосвязи. Сколько это в днях? Блин, 12 дней. 12 дней без них. Ладно. Так, 2-й удар. Стандартный выстрел, выполняемый этим солдатом и у товарищем. Для второго стрелка это действие бесплатное. Вот, круто на самом деле. Георгий стреляет, а Андрей с тыла еще накидывает. Это неплохо. Так, один бойц у нас всего лишь ранен. Это здорово. И посмотрим, давайте в конце серии. Ну да, пора уже заканчивать. У Мелиссы Томпсон какие перки. У него, кстати, высокая боевая смекалка. Это сильно. Это прям здорово. Разрыв. Рукопашные атаки могут оглушить или дезориентировать врага. Активирует способность инерции и дает концентрацию. Вольт. Дистанционный все атаки по области, делающие цели более изюмой. Стоит 1 единица концентрации. Концентрация. Зарабатываете, улучшаете характеристику, урон силу бойца. Окей. Получите дополнительное движение за разрыв. Это все... Это все мы знаем. Это все мы помним. Перестановка. Обмен позиций с выбранным солдатом. Стоит 1 единица концентрации. Усиление. Псенические метка цели. Урон по ней будет увеличен на 35% для следующих трех атак. Стоит 1 единица концентрации в свободное действие. Круто. Неукротимое. В течение хода получите 1 единица концентрации, если вас отковали. Срабатывает 1 раз за ход. Блин, она еще высокая. Много перков сможет получить. Так, ну здесь усиление однозначно берем. Свободное действие. На 35% кому-то больше урона. Это здорово. Пантом. При обнужении отряда солдата остается незамаскированным. Ну, может быть. Оглушающий удар. Ударяет по врагу псионика, оглушая его. Удар щитом. Удар. По цели рядом отбрасывает врага на две клетки. Свободное действие. Ничего себе. Задира. Получает на 35% меньше урона с расстояниями. Ммм. Столб. Вызывает столб всей энергии в случае полном укрытия. Заряженность. Дает бонус к меткости защите за каждую единицу концентрации храмовника. Вот это надо брать. Это надо брать. Плюс 5 к меткости, плюс 5 к защите. Рассчитывается по текущему, а не максимальному показателю концентрации. По текущему, а не максимальному. Спасение. Если боец получил смертельный урон, он немедленно впадает в стазис. Это здорово. Полный набор сбаляет плюс 1 к заряду, типа гранат. Окей. Ну, заряженность надо брать. Потому что в ближнем бою мы будем постоянно рубить. Окрыляющая отвага. Свободное действие. Прибавляет 2 к мобильности. Игнорирует ответный огонь до конца хода. Супер. Инстинкт выживания. Добавляет 2 защиты, 2 шанса крита при ранении. Трудная мишень. Плюс 5 к уклонению. Тактическое чутье. Плюс 3 к защите. Ионный шторм. Апофеоз. Копия. Создает копию хромовника из тела поверженного гуманойтного врага. Да ладно. Призраки появляется концентрация равна концентрации вызванной хромовника минус единица. Они не могут накапливать концентрацию, исчезают, исчерпав всю концентрацию или если их здоровье достигнет нуля. В муркопашной атаке у них стоит единица концентрация. Призрак может быть создан из трупа гуманоидного противника и не может быть создан из-за одного трупа дважды. Перезарядка 5 ходов. Призраки не могут иметь способности вольт, способность со щитом отразить, парирование, умиротворение, флот, пустоты, мясорубка, апофеоз. А эти же мясорубка есть. Удар щитом. Динамо. Когда враг умирает он может оставить после биопсиэнергию. Ну это здорово, волна здорово. Ну плюс-минус перки похожи. Только вот щит появился. Раньше щита конечно не было. Щит появился. Оглушающий удар. Оглушающий удар имеет 80% шанс попасть и увеличить на 5% за каждый уровень концентрации. Оглушающий удар имеет 100% шанс оглушить врага при попадании. Оглушающий удар не завершает ход. У него есть один ход перезарядки. Я бы все брал. Это все настолько круто. Ну спасение это такое. Лучше перебдеть, чем недобдеть, как говорится. Удар щитом тоже интересно. Для оглушающий удар интересно. Все интересно. Ладно, я пока не буду. Оснащение. Что у тебя? Так, а получается сейчас нету храмовника, да, пистолетиков? Урон 24, дополнительно секрет урона 1, меткость 2, 1 за всех. Представляет полное укрытие. Союзник на одном месте отнимает 30, в смысле отнимает. Движение или атака сбрасывает эффект. Дает бонусные единицы щита. Их количество зависит от улучшения версии щита. Остежает время восстановления от ран на щита, на единственное здоровье. Неработает соседат, получает в бою тяжелое ранение. Щита одна из древнейших форм дополнительной защиты. Извест человечеству. Люди используют их в той или иной форме. Этот щит стандартная баллистическая модель с металлическим или керамическим пластинами. Предназначен для превращения и пробивания оружием большого калибра. Так, ну смотрите, он щит гарантирует. Получается гарантирует половинное укрытие. То есть у него как получается постоянное половинное укрытие что ли? То есть у него всегда определенный бонус защиты, так скажем. Неплохо. Ну, сверху мою гранату уберем. Не нужна она тебе. Только мобильность режет. Да, я бы вообще сюда ему ничего не ставил. Это все минус мобильность, а мобильность очень важна. Конечно, здоровье можно кинуть. Здоровье 7. Меткость слабенькая. Я думаю, что в ближнем бою меткость нормальная будет. Пролетать. Уклонение 15. Тоже хорошо. Здоровье 7. Это вообще здорово. Жилет из данного лакна. Плюс две денежки здоровья. Это тоже хорошо. Так, а сколько у нас материалов? Материалов у нас 18. Мы ничего, да, не можем произвести сейчас? Что я могу сделать для тебя, командир? Что я могу сделать для тебя, командир? И расплавляем. И расплавляем металлом от их собственных щитов. Для облегчения тактического планирования может быть установлен наполнительный светосходный планшет. Нормально. Жилет, броня, 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 броня. Это все материалы. Пятильный заряд, трассирующие пули. Ну вот, ребята. Потихонечку у нас XCOM поднимает голову. Я думаю, что в начале следующей серии сходим мы вот сюда. Здесь уже дальше смысла нет ждать. Меньше 10-12 не будет. Что нам надо сделать здесь? Уничтожить передачу. Помешайте военным разработкам адвента. Посмертную верность мы уберем. Получим немножко разведданных. Получим пакет данных. Бойцов у нас здесь 5 раш. Еще и искорка есть. Ну вообще супер. Ладно, ребят. Небольшое ранение сегодня получили. Но я думаю, что не страшно. Скоро она у нас восстановится. Ну ладно, через 21 день восстановится. Но. Хотя вот так смотришь на верхний список нашего отряда. И никого нет в строю. То есть они все где-то на заданиях. С другой стороны, сейчас вот 5 бойцов у нас сразу вернутся после задания. Что вот на 169% проникает. Вернутся. Я надеюсь, все они будут в добром здравии. И совершенно спокойненько сразу смогут идти на следующее задание. Это хорошо. В конце месяца будет у нас достаточно много материалов. Мы какое-нибудь денежное исследование запустим. Не уверен я насчет покупки. Ну, покупка нового ученого. Ну, прибавит мне там 10% скорость исследований. Или сколько там. Последний раз, по-моему, 18% прибавило. Даже если куплю, прибавит там 14-15%. Я думаю, это уже не так критично. Чтобы за это большое количество материалов отдавать. Надо, наверное, уже вкладываться в защиту, в броню, в технологии оружия дополнительного нового. Потому что сейчас пока что мы еще не отстаем по технологиям. Немножко отстаем, скажем так. Перестали мы противников ваншотить в большинстве своем. Но с двух выстрелов прям, ну, не самые топовые, конечно, разлетаются. Но еще чуть-чуть и будем отставать. Поэтому нужно там следующий уровень оружия создавать. Я думаю, что нам это будет сильно полезно. Ну, и броню, естественно, надо создавать. Чтобы на все задания наши бойцы уже ходили с дополнительным здоровьем, с дополнительной броней. Это будет сильно. Ну, да ладно, ребят. Давайте на этом моменте с вами прощаться. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это очень приятно и крайне полезно для развития канала. Еще раз всем большое спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok